МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости в эфире телеканала ТТК-42. В студии Еркеблан-Урпейсов. Вначале коротко о главном. Пример Смайлов пригрозил чиновникам кадровыми решениями. Схема хищения в угледобывающем предприятии выявлена Департаментом АФМ по Павлодарской области. Глава государства поздравил работников СМИ профессиональным праздником среди награжденных телеканал ТТК-42. Премьер Смайлов пригрозил чиновникам кадровыми решениями. Он раскритиковал членов правительства из-за низких темпов подготовки к зимнему периоду и призвал их не сидеть в кабинетах. По словам премьера, системным оператором компании КИГОК утверждены ремонтные работы на ТЭЦ. Но во многих регионах они идут с отставанием, а в отдельных случаях переносятся даже на следующий год. Мы уже видим ряд недостатков в работе акиматов и центральных органов власти. Некоторые откладывают ремонт на следующий год. Необходимо усилить ответственность владельцев объектов энергетики. Подготовку к отопительному сезону оцениваю как неудовлетворительной. Ответственные заместители первых глав акиматов и министерств не должны сидеть в кабинете, а должны быть в центре всей работы. Если ситуация до конца лета не улучшится, будут приняты кадровые решения в отношении ответственных лиц. Уже в кулуарах Кабмина на возмущение казахстанцев из-за повышения тарифов на тепло, ответил глава Минэнерго. Садхалиев указал на существенный износ данных объектов. Подготовка к зиме, то есть проведение срочных ремонтов. Также критическим является повышение заработных плат, особенно производственного персонала. Ну и в целом, конечно, будем думать по уже модернизации данных объектов. Журналисты поинтересовались, какую нагрузку несут бизнесмены, которые содержат ТЭЦ. По их словам, казахстанцы возмущены тем, что восстанавливать станции будут за их счет, за счет повышения тарифов. По экипостуской ТЭЦ 50% на себя взяли бизнесмены. По ридеру ставится вопрос не только участия собственников, но и вхождения государства в устав данного предприятия. По другим объектам степень ответственности собственников, безусловно, будет рассмотрена, будут приняты точечные решения. Ранее сообщалось, что в Астане планируют с июля повысить тариф на тепло более чем в два раза. Данная мера объясняется необходимостью средств на ремонт теплосетей. Об увеличении тарифа на услуги теплоснабжения с 1 июля предупредили также алматинцев. Недавно вице-министр энергетики рассказал, что к ним поступает много заявок от монополистов в части повышения тарифов. Свои заявки они объясняют необходимостью повышения зарплат и ростом цен на уголь и газ. Боуржан Шейхмед Ахмедяр Ильясов, столичное бюро ТДК-42. Схема хищения в угледобывающем предприятии, в 50% доли капитала которого принадлежит фонду «Саморук казна», выявлена Департаментом АФМ по Павлодарской области совместно с ТУО «Богатырь Кумер». Установлено, что подозреваемые в сговоре с приемочной комиссией ТУО «Богатырь Кумер» на системной основе в период 2020-2022 года совершали хищение денежных средств данного предприятия. Схема заключалась в поставке бывших в употреблении запасных частей, имеющих значительный износ, вместо новых на общую сумму 830 миллионов тенге. Указанными действиями государству причинен материальный ущерб в особо крупном размере. В отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. По данному факту досудебное расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит. К пяти годам лишения свободы приговорили предпринимателя за фиктивное банкротство. Об этом сообщил Департамент госдоходов по Кустанайской области. В январе 2021 года по решению специализированного Межрайонного экономического суда по Кустанайской области индивидуальный предприниматель была признана банкротом в связи с имеющей задолженностью свыше 185 миллионов тенге. Проведенный Департаментом госдоходов анализ показал, что этот предприниматель преднамеренно назвал себя банкротом. Таким образом, она совершила противоправное действие, скрыв имущество от ограничения в распоряжении в счет налоговой задолженности путем отчуждения в собственность супруга. По договорам, дарение в виде жилого дома и двух семейных участков, а также двух автотранспортных средств. По данному факту, в отношении ИП возбуждено уголовное дело. Приговором суда номер два города Кустанай и ПД признана виновной в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частью 1 ст. 238 Уголовного кодекса Республики Казахстан в виде лишения свободы сроком на 5 лет с решениями ее права занимать организационные распорядительные должности в коммерческих предприятиях и организациях сроком на 3 года. В Казахстане усовершенствуют работу Организации по защите авторских прав. Об этом рассказали в Министерстве юстиции. В специальной дорожной карте предусмотрены конкретные шаги по защите авторских прав. Работа в этом направлении совершенствуется. Кроме того, на оказание бесплатной правовой помощи гражданам предусмотрено более 2,5 миллиардов тенге. Были затонуты и другие вопросы. Еще в начале года говорилось о том, что запускается целый портфель проектов Digital Justice – цифровая юстиция. Это автоматизация различных юридических процессов, например, такой актуальный и спорный вопрос, как ОСИ, цифровизация которого уже ведется в пилотном режиме. Есть и другие сферы. Например, конечно, вы знаете уже, скорее всего, по цифровому нотариату. Мы с 11 апреля текущего года запустили. По составу на сегодня выдано уже 2130 доверенностей онлайн. Как вы знаете, сейчас не надо никуда ходить. Если у вас подключен интернет, вы можете обратиться к нотариусу по видеозвонку и через соответствующие меры безопасности получить соответствующую доверенность онлайн из любой точки мира. Это город Ридер. Еще в мае местные жители жаловались на то, что вскрытие умерших проводится в областном центре, а чтобы отвезти туда тело, надо за свой счет платить. Оказалось, что из-за нехватки специалистов в родном городе. В других регионах жалуются на плохое состояние моргов, а эти кадры – с одного из телеграм-каналов. В Минюсте прокомментировали и эти, и подобные картины. Есть большие, конечно, проблемы, и это мы все знаем, когда и здания моргов, и вот я сам ездил и по регионам, и видел и здания самих центров, и филиалов на территориях. Они все у нас в очень плачевом состоянии. В этой связи вот с первых дней, как я заступил на эту позицию, мы, значит, приступили к обновлению маттехоснащения, постарались заложить соответствующие средства на обновление основных фондов. Затронули вопрос судебной медицины. Например, за пять месяцев текущего года поступило 79 553 обращения. Большая часть уже проведена, и сейчас решается вопрос о повышении зарплат судебным экспертам. С местными исполнительными органами, как рассказал глава Минюста Ескараев, прорабатывается вопрос оснащения органов судебной экспертизы. С некоторыми регионами уже достигнуты договоренности. Имеются договоренности по ремонту, либо по закупу нового здания для, например, моргов или филиала центра судебной экспертизы, либо ремонта существующего с принятием на баланс местных исполнительных органов. Это большая работа ведется. Еще один проблемный момент – это алименты. Около семи тысячам человек поставлен запрет на выезд по алиментам. В производстве за пять месяцев текущего года находилось более шести миллионов исполнительных производств на сумму 18 триллионов 479 миллиардов тенге. По ним также ведется активная работа. С целью защиты прав и законных интересов предпринимателей антикоррупционной службы по Западно-Казахстанской области образована мобильная группа для пресечения фактов нарушения прав предпринимателей. Об этом на площадке региональной службы коммуникации рассказал руководитель департамента агентства по противодействию коррупции по Западно-Казахстанской области Адильхан Сабуров. С момента запуска данного проекта департаментом защищены права около 300 предпринимателей в различных сферах деятельности. Подробнее в сюжете. Проект «Дорога бизнеса» защищает права предпринимателей. Главная цель проекта – помогать предпринимателям в преодолении различных барьеров, которые мешают развитию бизнеса. В состав группы вошли сотрудники ведомства, представители Акимата, региональная палата предпринимателей Атамикена, малого и среднего бизнеса, профессиональных бизнес-ассоциаций. Вместе с тем на площадке Центра обслуживания населения в городе Уральск открыт специальный кабинет бизнеса «Колдау», куда уже обратились более 40 предпринимателей, столкнувшись с различными административными барьерами. С момента запуска проекта департаментом защищены права около 300 предпринимателей в различных сферах их деятельности. Департаментом в сфере инфраструктуры защищены права 11 субъектов бизнеса. К примеру, один из вопиющих случаев произошел, когда ТОО «Батесуэрнасэ» при подключении объектов к услугам водоснабжения и его доотведения от предпринимателей истребованы излишние документы в виде справки на временную установку индивидуального прибора учета, не влияющие на оказание услуги. По рекомендации департамента, коррупционные риски были устранены. В сфере административного производства нами установлены вопиющие факты нарушения закона. Так, установлены факты фиктивного составления протоколов административных правонарушений в отношении субъектов предпринимательства. По факту составления протокола об административном правонарушении, по факту торговли неустановленных местах. Анализ поступивших обращений показал, что самыми чувствительными проблемами регионы являются сферы земельных отношений, госзакупок, инфраструктуры. В этих сферах бизнесмены чаще всего сталкиваются с административными барьерами. С момента запуска проекта департаментом защищены права около 300 предпринимателей в различных сферах деятельности. К примеру, в сфере земельных отношений защищены права 84 бизнесменов. Дана Керимбаева, Ибула Джагапара, Александр Грабарев, Телеканал ТДК-42. В Уральске в текущем году количество получателей адресной социальной помощи малообеспеченным семьям увеличилось на 20%. Об этом сообщили специалисты Центра занятости. Только за май 2023 года были рассмотрены документы около 4000 семей. Адресная социальная помощь предусмотрена семьям с месячным среднедушевым доходом ниже черты бедности. В Уральске в текущем году при проведении предварительного расчета превышает черту бедности 627 семей. Для сбора полного пакета документа рекомендовано 1995 семьям. Из них около 300 семьям отказано в назначении. Количество получателей АСП – 858 семей. На отчетный период 2023 года 858 семей получают адресную социальную помощь. Из них 615 семей получают обусловленную денежную помощь, 243 семей – безусловную денежную помощь. Из числа получателей обусловленной денежной помощи количество трудоспособных членов составляет 1028 семей. Из них на сегодняшний день трудоустроены 5 человек на постоянные рабочие места, 3 человека трудоустроены на общественные рабочие места и 3 человека получили безвозмездный грант на новые бизнес-идеи. Также за отчетный период 1365 детей в возрасте от 1 до 6 лет включительно получили дополнительную выплату к адресной социальной помощи. По словам специалистов, по сравнению с предыдущим кварталом количество получателей АСП увеличилось на 20%. Глава государства вручил премии и гранты в области средств массовой информации. Среди телеканалов есть и ТДК-42. Президент отметил, что средства массовой информации предстоит сыграть ключевую роль в обновлении общественного сознания, формировании нового качества нации. Только сильная, профессиональная и самостоятельная масс-медиа способна обеспечить наш реальный идеологический суверенитет, сказал Тукаев. В целом считаю, что местные масс-медиа должны содействовать развитию критического мышления у граждан, полагает президент. Для демократии свобода слова, а также свобода распространения и получения информации имеет фундаментальное значение, полагают политологи. Но на официальных пресс-конференциях прессу просят не задавать вопросы не по теме и не задавать больше одного вопроса – цензура, госзаказ и принудительная подписка. Таковы реалии. Хотя в неангажированной, объективной журналистике нуждаются и сами власти, поскольку в ином случае им порой неоткуда брать достоверную информацию о том, как живет общество. Только сильные, профессиональные и самостоятельные масс-медиа способны обеспечить наш реальный идеологический суверенитет. Поэтому важно не просто выдавать новости, а показывать взаимосвязи событий и явлений, готовить качественную аналитику, исходя из наших национальных интересов. На этот раз поздравление от высшего руководства страны получило помимо госканалов и региональных каналов. Так творческий коллектив телеканала ТДК-42 поблагодарили за вклад в развитие региональной журналистики. Что я заметила, на этот раз обратили внимание на независимые и региональные СМИ. Я этому очень рада. Поздравляю всех с праздником. Правительство Казахстана в настоящее время обсуждает новый законопроект о масс-медиа, который подвергает критике правозащитники и медиа-юристы. По их мнению, в случае принятия закона государство усилит контроль над СМИ, а свобода слова подвергнется новым ограничениям. Но журналисты не отчаиваются, потому что мы четвертая власть. Правда, следует отметить, что термин четвертая власть является лирическим. А пока Казахстан на 155-й строчке рейтинга свободы прессы. Всего в рейтинг включено 180 стран. Нуждающиеся смогут заполнить онлайн-заявку на получение жертвенного мяса на Курбанайт, который является одним из наиболее значимых религиозных событий в Казахстане. В этом году празднование Курбанайта, также известного как праздник жертвоприношения, пройдет с 28 по 30 июня. Праздник жертвоприношения Курбанайт можно назвать самым большим праздником для мусульман. Праздник продолжается три дня, но самым важным считается первый день. Считается, что человек, принесший в жертву животное, обеспечил своей семье благополучие. В ханафийском масхабе состоятельному человеку приносить жертву в дни Курбанайта обязательно. Для этого мусульмане должны иметь не менее 40 овец. Шариат не обязывает мусульманина, имущество которого не достигает этого размера, совершать жертвоприношение. Желающий совершить пожертвование может оставить соответствующее заявление на спецсайте. Была создана платформа kurban2023.kz. В рамках этой платформы нуждающиеся и те, кто желает принести в жертву животное, они могут зарегистрироваться, оставить свою заявку, оплатить ее и указать, нужен ли им отчет, в виде отчета, который придет позже им на WhatsApp номер, оплатить эту заявку и принести в жертву жертвенное животное. Приносится в жертву верблюды, коровы и овцы. Один баран или одна овца приносится в жертву одним человеком. Что касается верблюда или крупного рогатого скота, их можно принести в жертву за семерых человек. Обычно шкуры жертвенных животных отдаются в мечи. Мясо животного желательно разделить на три части. Одну часть нужно оставить себе на нужды семьи, вторую оставить в качестве угощения для гостей, третью раздать неимущим. Жертвенное мясо будет доставлено волонтерами по указанному на сайте адресу нуждающимся, оставившим обращение. По базе нуждающихся мы ведем два вида сборов. То есть, первое, те, кто сами регистрируется в онлайн-формате. И второе, это организации благотворительные, которые отправляют нам в онлайн-формате, приносят письма, регистрируют членов своих организаций. Это общество слепых, общество глухих, общество семей, которого воспитывают особенных детей и так далее. Для них тоже в рамках Курванайта будет организована раздача мяса. Мясо принято раздавать малоимущим, друзьями, родственникам. Однако забой скота и трапеза – это не самое главное. В эти дни важно делать много добрых дел, быть щедрым, ходить в гости и забыть про все обиды. Слово «Хурбан» так и переводится с арабского «сближение». Это день единения с Богом, с родными. Это праздник, когда за одним столом собираются разные люди без плохих мыслей, желающих друг другу только добра. «Хурбанайт» – это не просто день, когда совершают жертвоприношения. Это праздник Бога поклонения. Доказательство преданности Аллаху, как говорят имамы, до Бога не дойдут ни туши баранов, ни их шкура. До него дойдут ваши намерения. Бауржан Шайхмет Ахмедяр Ильясов, столичное бюро, ТДК-42. «Хурбанайт» празднует на 70-й день после завершения поста Ураза в течение трех дней. Как правило, в этот день мусульмане приносят в жертву одного из животных – овцу, корову, барана или верблюда. Однако в Казахстане преимущественно забивает барана. О том, во сколько обойдется праздничное блюдо казахстанцев на «Хурбанайт», узнавали наши корреспонденты. Уральцы празднуют один из главных праздников мусульман – «Хурбанайт». Волонтеры же раздают жертвенное мясо нуждающимся семьям. Предприниматель Турлан Сарикенов рассказывает, что их сообщество из неравнодушных жителей было основано еще в 2020 году. Главная цель – помощь местным жителям, которые по-настоящему нуждаются в ней. Около 40 неравнодушных предпринимателей-бизнесменов на постоянной основе помогают малоимущим. «Мы работаем по трем направлениям. Первое – это акция «Береке», в рамках которой мы постоянно на основе помогаем продуктами нуждающимся семьям. Второе – это акция «Подготовка к школе», в ходе которой мы оснащаем школьников всем необходимым. И третье – это помощь нуждающимся в «Курбанайт». В прошлом году и в этот священний праздник мы оказали помощь 50 семьям. В этом году определили 200 семей. Список малообеспеченных семей мы узнаем у госорганов. Важно удостовериться в том, что люди нуждаются в помощи. В среднем одной семье предоставляется 6-8 килограммов мяса». По словам торговцев, спрос велик, но и предложение не отстаёт. Цены на овечек в Уральске достигает 80 тысяч тенге, но можно найти и за 60 тысяч. «Я приехал из Коротубинского района. Крупных баранов я продаю по 60-65 тенге. Хотя их настоящая цена достигает 80 тысяч тенге. Но в этот великий праздник я хочу сделать благое дело. И делают уступки для жителей города. Торговля идёт очень быстро по сравнению с прошлым годом». По словам жителей города, каждый решает сам, совершать жертвоприношение или нет, так как всё упирается в материальное положение человека. В Уральске для жертвоприношения определены три места. Резчиков, или как ещё их называют, касабши, специально обучали на семинарах в течение трёх дней. 60 человек получили временную работу в праздничные дни. «Жертвоприношения будут проходить на рынке Ели-Роса, в специально отведённых местах для забоя скота в Баттас, Адальет и Кублей. Итога по городу Уральск были обучены 44 человека в качестве касабша». С 16 июня запущен сайт kurban2023.kz для проведения ритуалов жертвоприношения в онлайн-формате и раздачи жертвенного мяса нуждающимся. Нуждающиеся могут зарегистрироваться на сайте и заполнить онлайн-заявку на получение жертвенного мяса. В результате пожертвования волонтёры доставят мясо нуждающимся по указанным на сайте адресам. В ранних арбузах может содержаться большое количество нитратов. Об этом предупреждают сами санэпидемиологи. В связи с этим специалисты рекомендуют не приобретать полосатую ягоду раньше времени. Допустимое количество нитратов в арбузе – 60 мг на килограмм, в дынях – до 90 мг на килограмм. При употреблении бахчевых, содержащих превышающее количество нитратов, возможно отравление. Специалисты Уральского городского управления санитарно-эпидемиологического контроля рекомендуют не употреблять арбузы и дыни в июне и июле. Потому что важно помнить, что большинство раннеспелых арбузов могут быть импортированы из других стран или являются арбузами, выращенными в неестественных тепличных условиях. Из-за этого раннеспелые арбузы и дыни содержат химические вещества в виде нитратов, пестицидов и даже красителей, так как производители хотят ускорить процесс созревания, чтобы получить более быстрый урожай и увеличить массу плодов. Для этого добавляют различные стимуляторы роста. Совершай покупки, участвуй в розыгрыше и получай призы. На протяжении всего лета торгово-развлекательный комплекс «Сити-центр» проводят акцию «Оранжевое лето 2.0». Условия акции просты. Вы приобретаете товар в магазинах-партнерах акции на сумму от 10 тысяч тенге, регистрируете чек и участвуйте в акции. Уже ряд счастливчиков стали обладателями денежных призов на суммы от 25 до 200 тысяч тенге. Акция «Оранжевое лето» стартовала в начале июня. Условия акции просты. В торгово-развлекательном комплексе «Сити-центр» в магазинах-партнерах акции вы приобретаете товар на сумму от 10 тысяч тенге, регистрируете чек и участвуете в розыгрыше. По результатам последнего розыгрыша участники акции «Оранжевое лето» стали обладателями ряда денежных призов. Поздравляем, забирайте с собой 100 тысяч тенге, а также два билета в СЭЦЛ-парк. Приз размером в 200 тысяч тенге достался Дамиру Нукманову. Сегодня с родителями пришел, скупился в СЭЦЛ, родитель Супермарк. 15 тысяч. Спасибо. Вообще рад, переполняет эмоции. Также разыграли денежные призы в размере 150 тысяч тенге. Кроме того, в качестве утешительных призов были разыграны билеты в СЭЦЛ-парк и в кинотеатр «Синема-парк». Напомним, акция «Оранжевое лето» продлится до конца августа. Общий призовой фонд акции составляет не менее 3 миллионов тенге. Розыгрыш проводится каждую неделю. Подробности проведения акции вы можете узнать в торгово-развлекательном комплексе «Сити-центр» и на инстаграм-странице ТРК. Не упустите свой шанс выиграть денежный приз. Марина Горбук, Нруан Кунашев, Особик Абекенов, ТДК-42. Мебельный салон «Интермебель» представляет вашему вниманию широкий ассортимент эксклюзивной мебели со стильным дизайном производства Турции, Белоруссии и России. В нашем салоне вы найдете для себя мебель для любого интерьера и дизайна, на любой вкус и цвет. Мы ждем вас по адресу город Уральск, улица Абулха-Ирхана, 8, дробь 1. Ежедневно, без перерыва и выходных. Это были все новости к этому часу. Смотрите нас в социальных сетях и на сайте ТДК-42.кз. Спасибо за внимание. В студии работал Евгений Блан-Урпийцев. До встречи в эфире. Одежда ведущим предоставлена магазином «Купер». Бутики мужской одежды «Купер» расположены в торгово-развлекательном комплексе «Сити-центр» на третьем этаже и в торгово-развлекательном центре «Азиамол» на первом этаже. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова